Продолжение следует... В общем, я считаю, что рефакторинг это одна... Это и есть программирование, вот так скажем. Вот. Но, другими словами, давайте приступать. И я напомню, что в прошлый раз я говорил про то, что нужно сделать небольшой рефакторинг вот этого Minimal API, сделать некую систему definitionов. И сегодня вот это вот как раз делаем, чтобы это можно было уже применять на других проектах. Это не относится, соответственно, к этому системе голосования. Это я делаю практически во всех проектах. Ну, копирую так и иначе какие-то файлы. И теоретически я вам покажу, как это работает, а вы возьмете это на вооружение, ну, или не возьмете. Но, тем не менее, чтобы было понятно, как это устроено, давайте приступать. Так, немного предыстории перед тем, как начать. Итак, смотрите, у нас есть какие-то две конфигурации для Entity Framework. Есть сам Entity Framework, то есть DBA контекст, который я начал подключать. Я переключился в настройки, хотел добавить connection string, потом раз, переключился и здесь увидел Minimal API, который вообще, на самом деле, очень нравится мне. Но он немножко как бы не доведен до ума. Я думаю, что чем это будет намного проще. И я показал пример, как это сделано в Microseries Template на Minimal API. И сегодня будем делать то же самое. В общем, еще раз повторюсь, это не обязательно. Вы можете все лепить в одно место, если вам нравится. Ну, я вот люблю эстетику в коде, когда все по полочкам разложено. И поэтому давайте, перед тем, как сделать подключение к, собственно говоря, к базе данных, то есть настроить connection string, давайте раскидаем вот это вот все по так называемым definition, который, собственно говоря, будем создавать. Так, для начала давайте все закроем. У нас есть проект Web. И здесь, ну, давайте в нем и будем создавать, потому что definition-ы это определяет application, и они будут работать в Web, а не в application. И поэтому здесь давайте я создам сразу папку. Нет, папка будет называться definitions. И в ней я создам сразу папку base, потому что я точно знаю, что она у меня будет. Итак, есть у меня definitions, в ней base. И первое, что нужно сделать, создать интерфейс, который будет эти все definition-ы определять. Давайте снова откроем создание файла. Будет iAppDefinitionC-Sharp. Это будет класс, который будет определять два метода. void-configura-services, и второй будет void-configura. Ну, вот он подсказывает. Давайте так вот так поменяем. Да, мы будем именно service-collection сюда пропихивать, и сюда application. Ну, вот как-то вот так. И сюда, соответственно, будем прокидывать... Так, мы сюда будем прокидывать web-application. Ну, пусть будет вот так. И сюда мне еще обычно требуется iWebHostEnvironment. Ну, вот так вот. environment. Вот такие вот два сервиса. Хотя, вот сюда я еще прокидываю иногда... Ну, давайте тоже прокидим. iConfiguration. Это будет просто configuration. Ну, и понятное дело, что здесь нужно сделать какое-то описание. Хотя, я пока это не буду делать. Я сделаю заглушки, которые у меня, собственно говоря, существуют. Вот так вот так. Они потом высвечиваются. Очень-очень удобно. Таким вот образом. То есть, вот такой вот у меня будет интерфейс, который определяет некоторые дефиниции, да? Определение. Определяет определение. Ну, ладно, извините. Из-за каламбора. Есть некоторое количество параметров, которые нужно будет подключить, собственно говоря, к этому приложению. Или, допустим, можно скопировать с другого места. Все как разно бывает. Ну, и таким образом мне нужно сделать следующее. То есть, самое главное, что мне теперь остается. Ну, давайте создадим наследник от этого application. Потому что я могу переопределять оба метода, а могу не переопределять оба. То есть, какой-то один из них. Так, собственно говоря, бывает. Это сделается вот так. Я сделаю его базовым, абстрактным. И таким образом я могу сделать, чтобы это было... Давайте я так вот оставлю. Вот. А здесь напишу virtual, чтобы не было обязательности на его реализацию. И, чтобы это тоже работало... Где он? VirtualLot. Ну, вот как-то вот так это будет работать. Файл закинем в отдельный файл. То есть, у нас есть интерфейс, есть его базовая реализация, то есть абстрактный класс. Дальше. Дальше нам этот API definition нужно как-то подключить к системе. Ну, то есть, теоретически, я должен вот здесь написать... Вот, у сервисов я должен написать Builder. Какой-нибудь AdServices или там, допустим, Append definitions. А вот у аппликейшена я должен написать Use definitions. Ну, как-то вот так. Ну, давайте я за кадром быстренько накидаю этот файл, чтобы не тратить ваше время. А потом про него расскажу. Это будут экстеншены для, соответственно, Builder и экстеншены для, соответственно, аппликейшена, которые я буду здесь использовать. Итак, через минутку увидимся. Так, кажется, я на паузу не нажал. Ну, а теперь давайте прокомментирую то, что я тут надел. Значит, я создал класс, который называется Application Definition Extension. И здесь у меня есть два, так сказать, метода расширения, которые называются AddDefinition1. И второй называется UseDefinition. Как я и говорил, один расширяет сорсы, ну, то есть сервисы, второй, собственно говоря, как раз в Application. Итак, ну, если быть кратким, то, собственно говоря, я создал список этих самых определений через Assemble, через Reflexi выбираю все, которые являются наследниками от AddDefinition, то есть, являет его имплементацию. Создаю инстансы через активатор, ну, вот таким вот образом, и добавляю список их Definition, в общем-то, и все, что нужно сделать здесь. А, собственно говоря, если говорить про WebApplication Source, то здесь я как раз использую вот эти вот Definition, то есть, я вот эти Definition здесь нахожу, здесь я их вытаскиваю, и для каждого из них, ну, то есть, закидываю, собственно говоря, в этот, в Application, то есть, по каждому пробегаюсь в цикле. В общем, ничего сложного, на самом деле, насколько мне, насколько я могу об этом судить. И открываем как раз вот этот вот Program File, здесь вот есть Definition, мне сюда требуется как раз Assembly, и я сюда могу сказать, что мне нужен Type of, ну, или давайте так вот, мне нужны сюда Type, это значит Assembly, где он там, вот он, точка Get, Executing Assembly, так, стоп, стой, написал-то секунду, мне нужен сюда как раз Builder, вот этот вот, а я что-то не то подставляю, и, соответственно, мне нужно Entry Point Assembly, ну, теоретически, это может быть Type, Type of, кто там у нас есть, Program, да, Type of Program. Собственно, это все, что нужно сделать, и теперь, соответственно, вот это вот все, собственно, я могу перенести уже непосредственно в эти самые Definition, ну, и для того, чтобы это сделать, давайте создадим первый Definition, назовем его какой-нибудь Commod, да, или Command Type, Common, ну, то есть, общий, или General, нет, пусть будет Common Definition, сделаем его наследником от AppDefinition, и, соответственно, теперь я, ну, мне нужно определиться, что я сюда хочу запихнуть, Use Definition у меня здесь есть, вот, Blazer, да, то есть, я, ой, Razer Page, ну, потому что у меня, собственно говоря, они являются основой интерфейса, ну, теоретически, я могу вот так вот вырезать, и сказать, что у меня здесь, ну, давайте, Override напишем, и пусть будет конфигура Application, у меня будет вот такой вот, ой, подождите, почему Application, так вот, Override, конфигура сервиса, здесь будет Services, вот такой вот, и сюда добавляю этот Razer Page, ну, теоретически, я могу все вот это вот закинуть в одно место, потому что, ну, мне так будет удобно, я уже так делал, это прекрасно работает, и, в общем-то, вот таким вот образом у меня будет чистый и красивый файл, буквально, ну, стартованный, да, стартующий файл, стартовый файл, который будет выглядеть таким образом, то есть, у меня все Application и Definition будут разложены по полочкам, и, в общем-то, я это делаю вот так вот, здесь создаю папку, которая называется Common, и надо сказать, что от проекта к проекту, ой, ну, конечно, файл создал, молодец, и надо сказать, что от проекта к проекту эта папка просто тупо копируется, в общем-то, ничего не меняется, и нужные, так сказать, Definition'ы подключаются без каких-либо проблем, просто буквально простым переносом папки из одного места в другое, и так, здесь напишем Common, Slash, Enter, и вот этот сюда перенесем, и здесь делаем вот такую штуку, и теперь это у нас вот такой, обыкновенный Definition, который, собственно говоря, является собой стартовое положение. Теперь, что мне нужно дальше сделать? Мне нужно сделать папку, которая называется, ну, например, DB Context, DB Context, и в этот DB Context, как я собирался сделать подключение, ну, давайте тоже создадим самый DB Context, Definition, не знаю, насколько это оправдано, насколько это красиво, но мне вот эта реализация очень нравится, потому что она очень удобная, Definition, и теперь мне нужно сделать, ну, давайте так сразу красоту наведем, Override, собственно говоря, мне нужно сделать Configure, и здесь делать сер, а, стоп, опять, не туда, это Application, Override, мне нужен Services, вот, и здесь мне нужно сделать AddDB Context, и здесь мне нужно указать, какой DB Context, а он у меня называется ApplicationDB Context, вот этот вот, и указать, собственно, здесь как раз строку подключения, ну, давайте я сделаю вот так, то, что собирался сделать в предыдущем видео, но мне это было не очень удобно, здесь я Option, Use, SQL Server, как вы помните, мы подключили специальный Nuget пакет, и здесь, соответственно, нужно указать, какой именно, для этого у нас здесь есть, кстати, Configuration, но, так как я обычно Application Settings называю таким же образом, но я делаю вот так, да, то есть я пишу Connection String, вот подсказка, и здесь Enter нажимаем, запятая, и я пишу название App, ну, я вот так вот делаю, да, я копирую название, чтобы точно не промахнулся, и пишу, ну, здесь будет Connection String, и соответственно, для того, чтобы подключить конфигурацию, я могу сказать, Configuration, Get Connection, String, Name of Application, Application, DB Context, вы понимаете, Application, DB Context, ну, то есть, я уж точно здесь не промахнусь, потому что, как бы, бывало такое, что и промахивался, и долгое время пытался понять, что происходит, но вот таким вот образом это мне не даст промахнуться, сюда, ну, давайте я ставлю сюда секретную информацию, вы уже, наверное, не раз ее видели, это подключение к моему докеру, так что, welcome, как говорится, ну, вот, ну, и база данных, ну, пусть она называется, так, это у нас будет Tooling System DB, вот так вот, так, User, Password, в общем-то, все на месте, да, как-то вот так, и теоретически, я теперь могу не просто, собственно говоря, создать базу данных, сделать даже миграцию для того, чтобы она сработала, так, это я сохраняю, ну, давайте я, наверное, покажу, что сюда действительно придет Breakpoint, я вот так вот запущу, хотя сейчас, на самом деле, наверное, мне сначала нужно было сделать, да, мне нужно сделать конфигурацию, вот, а, ну да, это, кстати, другая ошибка, ее тоже, кстати, нужно будет порешить, как она работает, но суть в том, что вот этот Application Definition работает, и как раз попадает сюда бряк, а значит, все Definition и подкручены правильно, ну, а теперь давайте вернемся к нашим, так сказать, баранам, так, следующим этапом мы должны создать, как раз тот самый, Migration Configuration, мне нужно выбрать этот проект, здесь написать, Add Migration, Пусть будет называться Initial, нажимаем Mentor, смотрим, что у нас генерируется, так, у нас предупреждает, что как раз вот та ошибка, которая была в предыдущий раз, давайте запустим ее и проверим, что это, собственно говоря, я, видимо, не обретен, да, у меня ApplicationDB Context не содержит, вот, давайте прямо вот так вот скопируем, немножко будешь прям, люди позаботились, надо воспользоваться их заботой, здесь нужно сделать конструктор, вот таким вот образом, и в конструктор вставить вот эту штуку, а в базовый передать как раз options, то есть эти options, вот таким вот макаром это должно быть, давайте попробуем еще раз выполнить, скрипт, так, теперь у меня не собирается, видимо, это, да, мне теперь здесь в консольном приложении вылезло, ну, в общем-то, как я говорил, рефакторинг это и есть программирование, кучу теперь модификаций нужно сделать, теоретически я могу их просто пока закомментировать, потому что я это делал для демонстрации того, что к нам попадает все в контекст, даже не так вот так я все сделаю, вот, и, собственно говоря, теперь я точно могу вызвать этот скрипт, нет, еще не могу, где-то у меня есть, а, дизайн, package required to start to, да, мне теперь все-таки нужен этот, дизайн, package, и он требуется в этом проекте, давайте я его добавлю, антифреймворк, дизайн, вот он, install, да, хочу, и сейчас еще раз выполним этот скрипт, вот он сгенерировал тот самый migration, который, собственно, говорит о том, что у нас теперь появится две базы данных, ой, в смысле, в базе данных появятся две таблицы pause и answer с определенными параметрами, в общем-то, это меня абсолютно устраивает, пока на данном моменте дальнейшей трансформации, ну, например, добавления индексов, или еще какой-нибудь хрени, они уже будут заложены в другие миграции, теперь мне единственное, что нужно сделать, это сделать update database, ну и, в общем-то, у меня появится база данных, давайте проверим, что у нас действительно появилось, так, где у меня вот, вот, собственно говоря, получился у меня база pooling systemdb, вот tables, вот один, вот второй, и вот, собственно говоря, собственно говоря, вот как раз те самые настройки, которые я указывал в файлах конфигурации, non-varchar, max, а нет, они почему-то не сработали, так, а, ну да, вот смотрите, теперь, как бы, на самом деле, самый интересный момент, я, как бы, на самом деле, создал эти все настройки, но, вот, например, у меня пол, имеет title, где-то тут, нет, не пол, вот он, а вот, title 512, но он, собственно говоря, прилетел ко мне в базу данных, без изменения, max, max, то есть, я просто не подключил эти конфигурации, давайте как раз их подключим, делается тоже, на самом деле, очень просто, это мне нужно пойти в application.db.context, и здесь написать, ну, что есть делать, override, он, нет, так, это не то, мне нужно пойти в application.db.context, я уже начинаю путаться, и вот здесь написать, и здесь написать override, и здесь есть onconfig, onmodelconcreating, мне нужно здесь подключить вот этот самый, ну, давайте так вот, modelbuilder, нет, modelbuilder, apply configuration, ну, здесь мне нужно просто указать assembly, ну, у меня она, ну, давайте type of, где у меня лежат конфигурации, лежат, они в application. Здесь, вот это можно стереть, и сказать, что мне нужно как раз сюда отдать assembly, ну, то есть там, где лежит application.db.context, там она пусть ищет эти самые конфигурации, но, теоретически это можно даже сделать вот таким вот образом, и теперь давайте сделаем еще одну initial 2 миграцию, и проверим, что у меня получились, да, теперь смотрите, у меня подключились изменения, в отличие от предыдущей миграции, то есть если их сравнить, вот initial 1 у меня, я не обратил внимания, здесь max, в общем ничего не поменялось, а теперь настройки подключены, и теперь у меня установились правильные параметры, которые я изначально делал, ну, вот таким вот образом шлепывается миграция, теперь мне соответственно нужно нажать update database, теперь собственно я уже могу посмотреть базу данных, нажать и обновить, ну, в данном варианте это будет работать примерно вот так, ну, и как вы видите, теперь настройки все правильно применились, в общем на этом пока все, так, ну и далее, раз у нас уже существует какой-то набор параметров, какие-то штуки мы уже можем вкладывать в базу данных, теперь теоретически, ну, следующим этапом нужно сделать подключение, ну, остальных definition of, я наверное на сегодня пока остановлюсь, от вас жду комментарии про вот эти самые definition, и дальше вот эти definition я буду обновлять, и с учетом того, что вы напишите в комментариях, буду как бы оправдываться, зачем я их собственно говоря сделал, ну, надо сказать, что версии опять же, повторюсь, в седьмой версии, там предусмотрены еще фильтры, и вот эти definition, они как ничто, прям классно вложатся в эту концепцию, в общем, надеюсь вам это понравится, так, ну, в очередной раз спрошу вас подписаться на канал, хотя это наверное, вот смотрите, есть другие места, где я выкладываю видео, все видео однозначно есть в моем блоге, ну, или и там будет ссылка на те места, куда я их выкладываю, в общем, не знаю, если нужно сделать какие-нибудь RSS, для напоминания того, кто хочет видеть, какие видео появились, то, тоже напишите в комментариях, все, все заканчиваю, всем хорошего настроения, и приятного кодирования, и пишите правильный код. Субтитры сделал DimaTorzok